СМОЛЕНСКОЙ АЭС В 2015 году СМОЛЕНСКОЙ АЭС была выбрана одним из 10 предприятий отрасли для пилотного внедрения производственной системы «Росатом» – системы бережливого производства. Успехи по ее внедрению отметили участники развивающей партнерской проверки госкорпорации «Росатом», которая прошла на предприятии. Наработанный атомной станцией опыт будет тиражирован на остальные филиалы концерна «Росэнергоатом». Эксперты отметили 33 положительной практики. Генеральный директор Ковровского механического завода Юрий Мамин, руководивший проверкой серьезным достижением атомной станции, назвал высокий уровень вовлеченности персонала и ответственность за безопасность предприятия. И картирование есть, и анализ ситуации есть, и стандартизация есть. И мало того, что неуспокоенность – это его внутренняя жизненная позиция. Видно, что он болеет, он переживает, он хочет сделать лучше. Производственная система «Росатом» обеспечивает постоянный рост производительности труда, снижение себестоимости продукции, повышение качества рабочего и управленческого труда. Руководитель проекта ПСР Алексей Байшев отметил сильные стороны реализации производственной системы на Смоленской АЭС. Ни для кого, наверное, не будет являться секретом, что ваш козырь – это оптимизация ремонта деятельности. И все проекты, которые направлены на это, являются такими, отчасти, образцовыми. Кроме Смоленской АЭС, еще девять пилотных предприятий реализуют единый пакет ПСР-мероприятий, чтобы стать образцово-показательными для всей отрасли. До конца года развивающие партнерские проверки пройдут на всех предприятиях. В Смоленскую АЭС посетили эксперты Национальной ассоциации страховщиков атомной отрасли, чтобы оценить риски предприятия для страхования гражданской и имущественной ответственности по отношению к третьей стороне. Также комиссия проверила выполнение рекомендаций предыдущей Международной страховой инспекции. Подробности в следующем материале. Концерн «Росэнергоатом» ежегодно заключает договоры страхования с российским ядерным страховым пулом. Страховщики берут на себя соответствующую часть ядерных рисков, связанных с эксплуатацией атомной станции, ее воздействием на окружающую среду и население. Им важно знать, насколько надежна работа энергетического объекта, ведь чем ниже страховые риски предприятия, тем меньше его страховой взнос. Инспекция проходила по нескольким направлениям. В первую очередь проверялась безопасность эксплуатации оборудования и систем Смоленской станции. Атомщики представили информацию о выполнении рекомендаций предыдущей страховой инспекции, рассказали о текущей эксплуатации, реализации программы модернизации энергоблоков, мероприятиях по противоаварийной готовности, противопожарной защите, продемонстрировали результаты партнерских проверок ВАО АЭС и другие внешние инспекции. Особое внимание уделили реализации постфукусимских мероприятий, направленных на повышение устойчивости энергоблоков к экстремальным внешним воздействиям. За эти три года вы стали одними из первыми в составе эксплуатирующей организации концерна «Росэнергоатом». Вы являетесь в тройке, то есть вместе с Балаковской, Ростовской, ну и Смоленской станции. То есть, получается, ваши три блока, они одни из первых из 11 РБМК, которые остались у нас в Российской Федерации. Повторная оценочная инспекция подтвердила безопасность Смоленской АЭС. В итоговом отчете отражены рекомендации, которые, по утверждению экспертов, позволят сделать работу нашего предприятия еще более безопасной и эффективной. Модернизация турбинного оборудования Смоленской АЭС позволила повысить мощность двух турбоустановок в сумме на 2,4 МВт. Как сообщил начальник турбинного цеха, атомной станции увеличился не только коэффициент полезного действия турбины, но и надежность работы оборудования, что поможет снизить затраты на эксплуатацию. Таких результатов удалось достичь благодаря замене традиционных уплотнений в проточной части турбин на уплотнение сотовой конструкции. Смоленская АЭС первая в концерне «Росэнергоатом» начала реализовывать данный проект. Работы ведутся с 2003 года. Очень много положительного со стороны традиционной энергетики, потому что там работа идет уже давно. Положительных моментов очень много, как в части работы основного оборудования, так и в части того, что экономическая целесообразность имеет место быть. На производственном совещании успешный опыт атомной станции был подробно рассмотрен представителями научно-исследовательских институтов и конструкторских организаций, концерна «Росэнергоатом» и АЭС «Россия», а также других предприятий. Это очень важный шаг, я думаю, в реализации технической политики концерна «Росэнергоатома», который направлен на повышение надежности и эффективности работы оборудования. По итогам производственного совещания принято решение рекомендовать внедрение сотовых уплотнений на турбинах всех АЭС России. АЭС готова стать образцовым предприятием производственной системы «Росатом». Об этом заявил генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров в ходе визита на Смоленскую АЭС. Он оценил опыт, который накоплен на предприятии в области системных улучшений по всем направлениям деятельности. В зону внимания генерального директора попали ПСР-проекты, которые направлены на достижение стратегических целей – выработку планового объема электроэнергии, повышение производительности труда, снижение себестоимости электроэнергии, сокращение складских запасов. Конечно, Смоленская станция будет образцовым ПСР-предприятием. Сегодня видно, что станция выполняет все поставленные задачи. Эти вопросы контролируют как концернам, так и «Росатомам». Хотя много-много-много вопросов. Самый трудный вопрос – это все-таки человеческий фактор. Это добиться того, что каждый работник Смоленской атомной станции понимает, в первую очередь, инструменты ПСР принимает эту программу и максимально делает так, чтобы работать эффективно и безопасно. Согласен с генеральным директором и руководителем проектного офиса концерна «Росэнергоатом» Сергей Максимов. Он отметил, что для Смоленской АЭС партнерская проверка – не новость. У нее за плечами прекрасные результаты международных инспекций ВАО АЭС и МАГАТЭ. Как подчеркнул директор Смоленской АЭС Александр Васильев, приоритетное значение в преобразованиях атомной станции имеет программа управления изменениями. Главная задача, которую необходимо будет решать в ближайшее время – это усиление работы с людьми, усиление взаимодействий для того, чтобы вот этот подпроект управления изменениями был успешно завершен. Все мероприятия, которые реализуются на АЭС, должны быть выполнены качественно, чтобы их можно было тиражировать на другие атомные станции России, подчеркнул заместитель главного инженера Олег Кужаньязов. Те мероприятия, которые у нас сейчас реализуются, они должны быть очень качественно сделаны, реализованы, очень качественно формализованы и иметь все соответствующие атрибуты для того, чтобы в дальнейшем можно было их тиражировать на другие станции концерна. Сейчас мы находимся на этапе, который называется «Вовлечение и мотивация персонала». У нас были первые этапы – коммуникационная кампания, декомпозиция целей, создание ПСР-офиса, обучение персонала. В последнее время очень большое значение уделяется такому инструменту ПСР, как предложение по улучшению. В Якимовичах открыто освящен новый храм. Свершилось событие, которого с нетерпением ждали все православные жители ближайшего к Гесногорску сельского поселения. Митрополит Смоленский Ярославский Исидор осветил храм в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня, построенный при помощи Смоленской АЭС и концерна «Росэнергатом». Красивый и величественный деревянный храм со златоглавыми куполами и звонницей стал подлинным украшением и достопримечательностью всего Рославского района. А для чего этот храм возник? Для того, чтобы вы, дорогие мои, все те, кто даже не смог войти в этот храм в сегодняшний день, могли в шаговой доступности иметь Дом Божий и всегда прийти помолиться об Отечестве нашем, о близких своих. Храм в Якимовичах станет центром возрождения православных традиций, нравственности и патриотизма на Смоленщине, уверен генеральный директор концерна «Росэнергатом» Андрей Петров. После обряда освящения и совершения праздничной литургии митрополит Исидор вручил строителям и меценатам благодарственные грамоты. Прихожанам вместе с благословением вручены иконки на память о рождении храма в Якимовичах. В Десногорске прошел 13-й межрегиональный турнир по боксу в памяти заслуженного энергетика России и почетного гражданина Десногорска Сергея Петровича Крылова. Его участниками стали 148 юных боксеров из 17 городов России и Беларуси. Турнир был организован Смоленской АЭС, профсоюзом атомной станции и спорткомитетом администрации Десногорска. Подробности в нашем сюжете. Приветствую гостей и участников соревнований, директор Смоленской АЭС отметил, что межрегиональный турнир по боксу вошел в историю спорта Десногорска как один из самых массовых и зрелищных состязаний среди юных боксеров. Уверен, что мастера кожаные перчатки проявят свои лучшие качества. Турнир откроет новые имена балансовых спортсменов. Свидетели станут свидетелями насыщенных и зрелищных поединков. За четыре турнирных дня в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна было проведено 108 боев. Оценивали поединки профессиональные рефери под руководством судьи всероссийской категории. Дебютанты старались не уступать своим соперникам и держались на ринге до конца. В финальных поединках за первые места в четырех возрастных категориях сразились 39 спортсменов. Здесь просто турнир для развития бокса. Он никуда не отбирается. Он просто, ребята, растут как боксеры. И поэтому здесь проходит все честно. И боксеры поднимают руку только победителю. И ребята всем довольны. Красивый бокс показали воспитанники спортивного клуба «Ринг» Смоленской АЭС. Четверо из них заняли первое место. Ринговцы также были удостоены специальных номинаций. Приз зрительских симпатий достался Рафаэлю Джавадову. Приз за лучшую технику ведения боя присудили Егору Ржевскому. Все победители и призеры получили почетные грамоты и медали, кубки, тренировочные с нарядной перчатки, а также призы от профсоюзного комитета Смоленской АЭС. Это все новости на сегодня. Будьте в курсе всех событий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова